Привет, ребята! Это MattCore и курс ConsolePaint.com. И сегодня мы продолжим работать с кистью. Нарисуем довольно крупный объект. Ваше задание будет скопировать вот этот геодезический купол. Ну, я знаю, что фигура довольно сложная, но я представлю вам контурное изображение, контуры и образцы цвета. Поэтому во время работы вам нужно будет сосредоточиться на работе кистью. Если взглянуть на конечный результат, то вы можете заметить пару важных моментов. Объект состоит из больших крупных шестиугольников, в каждом из которых цвет своего оттенка. То есть, по сути, в этом объекте нет плавного обесцвечивания. Вместо этого один ровный оттенок цвета граничит с другими такими же ровными оттенками. В этом задании вы будете практиковаться в рисовании больших ровных участков цвета с отчетливыми границами. И если вам захочется добавить в свою работу собственные детали, не стесняйтесь, делайте это. Итак, в этом упражнении вы будете работать с ровными оттенками, без градации обесцвечивания. И в конечном счете вам нужно будет заполнить весь контур. Это упражнение станет отличной проверкой на то, как вы умеете работать с временными слоями и с ровными мазками кисти. Можете использовать кисть по своему выбору. Итак, посмотрите, вот наполовину выполненная работа. Как вы видите, все готовые гексагональные клетки находятся на одном слое. То есть вначале я работал с временными слоями, а потом объединил их в один общий слой. Итак, я выбираю жесткую круглую щетку и использую пипетку, чтобы выбрать нужный оттенок с образца на рисунке. Суть в том, чтобы рисовать широкими мазками, чтобы цвет получался ровным. Я выхожу за границы контура и затем удаляю лишние элементы, которые мне не нужны. Я использую для этого жесткую щетку. Если вдруг так случилось, что угол вам неудобен, то вы можете повернуть полотно и рисовать под удобным для себя углом. Смотрите, мои мазки чересчур выбились за границы контура и я их удаляю. Теперь я перехожу к следующей клетке, но в этом случае я уже сэкономил себе время, так как я могу использовать границы, которые уже создал. Поэтому я создаю новый слой, который будет располагаться под уже существующими. Далее я выбираю пипеткой цвет и закрашиваю клетку. Мои мазки просто не могут выбиться за границы клетки, так как их закрывают другие слои. Но вот на правой стороне клетки мои помарки видны, поэтому мне нужно воспользоваться ластиком. Я лишь закрашиваю клетки и стираю лишнее, вот и все. Никакими иными инструментами типа лосой я не пользуюсь. Когда вы закрасите весь контур, придет час немного почистить свою работу. Если какие-то линии контура остались видны, вы можете скрыть их прямой линией. Для этого щелкните мышкой, нажмите Shift и еще раз щелкните мышкой, протянув линию в указанных точках. Так вы скорее всего скроете линии контура. В общем используйте зум и поработайте над этими деталями. Может быть вам захочется сделать эти края еще интереснее, добавьте макроугленности. Поэтому я выделяю край клетки светлой линией. Вышло у меня сейчас слишком ярко. Давайте вот смотрите. Поэтому я подотру эту линию. В итоге у вас должен получиться очень чистый и ровный рисунок без контурных линий. И в этой работе вам нужно сосредоточиться на том, чтобы работать ровными чистыми мазками. Кроме того, вам нужно обратить внимание на то, как цветовые поля соприкасаются друг с другом. Какой будет граница между ними. И в этом упражнении вам нужны острые, четкие, аккуратные границы. И наконец, работайте карандашом и ластиком. Больше вам ничего не понадобится. Если у вас не будет получаться наложить ровный слой, не переживайте. Очень многие художники сталкиваются с этой же проблемой. Задания типа этого помогут вам убедиться в том, что вы и сами можете создавать ровные одноцветные тона. Вам просто нужно использовать другую технику. Итак, желаю вам удачи и спасибо за внимание.